Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Гагарина 3. Из-за протекающей кровли страдают жильцы сразу нескольких этажей. Крыша протекает. Когда таяние снега сильно идет, то вода течет ручьем по стенам. Все у нас треснуло, все у нас полопалось, все отходит. И штукатурка, и обои. Мы даже ремонт ей сделать не можем, потому что в комнате света нет. Все это закоротило коробку. Между окон все у нас течет. Мы ничего сделать не можем. Звоним в жилу. У нас, значит, эта трубку не берет. Или его нету. Только сию минуту вышел. Или телефон стоит на автотверчике. Страдает пятый, четвертый, третий, второй. Первый не знаем. Но до второго этажа протоплено все. А со светом у нас свету не было. Знаете, там коробка все замочила. Свет вообще. И тут телевизор не работал. Вообще стена вся эта не работала. А сейчас и там свету нет. Потому что по потолку, по-видимому, шла вода там у них внизу. И у меня вот там свет не горит. Коробку сделали. Коробка вроде вот холодильник не работает, а свет не горит. И монтер сказал, что еще раз замочит коробку. Это уже, говорит, все. Песочный переулок 4. Общественный туалет. Комуначи тени обслуживают уже несколько лет. Вот сколько я живу? Почти 6 лет. И 6 лет оно в таком состоянии. А весной у нас течет все. Аж до дороги. Ну это ж, я не знаю, что. Обращалась я уже, я не знаю, куда обращаться. В альтернативу обращалась. Обещают. Да, обещают, что да, сделаем. Ну, так тишина. Нам надо вычистить яму. Все. Больше ничего. Тут мы уже сами. Я не знаю, я живу вот почти 6 лет. В декабре будет 6 лет. Ни разу. Два раза пришли, двор вымели. За 6 лет. Все. Больше ничего. Звонишь им, просишь выкачать. Мало того, что в доме нет туалета, и на улице нет туалета. Они говорят, типа, приедем, откачаем, сделаем все, но не приезжать, ничего не делать. Никому ничего не надо. А квартплату вовремя плати. И мало того, что еще дома туалета нет. Вот так вот. А зимой здесь гора нечистот. Вот остатки вот здесь вот. Еще стоит зима нечистота по бокам. Вот так закрываем, прокрываемся. Улица Новосадовая, 297. Березу около дома признали аварийной. Но спиливать ее коммунальщики отказываются. Мы обратились в администрацию, в ОРМ «Жил-Универсал». Это управляющая компания. Сказали, пишите заявление. Написали заявление, пришел ответ. Дерево спилено. Ну, как видите, в ОРМ «Жил-Универсал». Теперь приходит вот нам ответ, что это не наша территория, не ОРМ «Жил-Универсал». Кому она относится? В метре от крылечка и в метре от отмостки. Отмостку делали они. То есть это их территория. Почему они отказываются от этой территории, непонятно. Ну вот и как быть. Да, они подтверждают, что дерево аварийное. Но спилу не подлежит тому, что у них нет средств. 23 июля мы отправили им письмо. Прямо лично вручили. А 1 числа их ответ, от 1 августа, что дерево спилено, аварийное. Значит, они подтверждают, что оно аварийное. И вот 28-го уже пишут, что не наше. Ни к дому не относится это дерево. Ни к ним. И при том оно такое ветвистое. Очень. Если упадет и высокое выше дома, то вот эти провода, что нам свет провели, естественно, порвет. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин